В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли как минимум 12 человек. Среди них командиры исламского джихада с семьями. В Лионе рядом с местом визита президента Франции, несмотря на запрет, прошла акция протеста против пенсионной реформы. В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли не менее 12 человек. Десятки получили ранения. По данным армии обороны Израиля, среди жертв трое высокопоставленных командиров боевой группировки «Исламский джихад». Как заявляет Минздрав Газа, вместе с ними погибли их жены, дети и другие гражданские. Среди них россиянин. Ранее Цехал объявил о проведении в секторе Газа антитеррористической операции «Щит и стрела», целью которой были лидеры боевиков исламского джихада, ответственные за теракты и обстрелы израильской территории. По заявлениям Цехала, в секторе Газа были атакованы 10 цехов по производству оружия и другие военные объекты террористической организации. В прошлом группировки боевиков в Газе не оставляли такие целенаправленные убийства без ответа. В ожидании палестинских ракетных обстрелов, израильские военные посоветовали жителям населенных пунктов в пределах 40 километров от Газы оставаться поближе к бомбоубежищам. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Лион в рамках мероприятий в честь 78-й годовщины победы над нацистской Германией. Глава государства побывал в бывшей тюрьме Мон-Люк, где в годы войны находился в заключении один из лидеров французского сопротивления Жан Мулен. Президент возложил венок к национальному мемориалу. Массовые собрания рядом с тюрьмой были запрещены, но выступающие против пенсионной реформы демонстранты собрались возле периметра безопасности. В акции протеста приняли участие от 3 до 5 тысяч человек. Пор음 8,000 человек. ПОЛИЦИЯ ПРИМЕНИЛА СЛИЗОТАЧИВЫЙ ГАЗ ДЛЯ РАЗГОНО ПРОТЕСТУЮЩИХ ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЧАЛИСЬ ПОТАСОВКИ. ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ ЗАЧИНЧИКОВ БЕСПОРЯДКОВ. РУССОЮЗЫ ОБЕЩАЮТ ПРОДЛОЖИТЬ МАНИФЕСТАЦИИ. ПАРТИЯ ЗЕЛЁНЫХ В ГЕРМАНИИ СТОЛКНУЛАСЬ С КРУПНЫМ СКАНДАЛОМ, ПОДОБНЫМ ТЕМ, КОТОРЫЕ ОНА ПРЕЖДЕ АССОЦИИРОВАЛАССО СВОИМИ ОПОНЕНТАМИ. ПОМОШНИКА МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ ПАТРИКА ГРАЙХИНА ОБВИНИЛИ В КУМОВСТВЕ. Грайхин отвечал за назначение на пост руководителя Национального энергетического агентства Микаэля Шефера, а через месяц признал, что это его хороший друг, который 20 лет назад был свидетелем на его свадьбе. Претензии звучат теперь и в адрес самого министра, бывшего сопредседателя «Зелёных» Роберта Хабека. Консерваторы заявляют о серьёзном ущербе для репутации всей Германии. И Хабек, и Грайхин говорят, что секретарь действительно допустил ошибку. Но по форме, а не по существу. Скандал разразился на фоне обсуждения политики правительства по отказу от традиционных энергоносителей. Хабек добивается, в частности, запрета на установку отопления, работающего на газе или нефтепродуктах. В последнем интервью министр заявил, что эти планы могут быть отложены. «Зелёных» критикуют из реализации давней программы по полному отказу от ядерной энергетики. На фоне энергетического перехода, кризиса и поиска альтернативы российскому топливу, оппозиция призывала не лишать страну этого источника энергии. «Масло в огонь» подлило согласие правительства на дальнейшую разработку одного из крупнейших в стране угольных карьеров – Гартсвайлер. Для этого снесут то, что осталось от деревни Люцерат. Это решение объясняли как раз с необходимостью компенсировать дефицит энергоносителей из-за отказа от закупок российского топлива. В республике Кипр на прошлой неделе снизились потребительские цены на более чем 1700 товаров. Связано это с решением правительства отменить НДС на широкий спектр продуктов питания, таких как хлеб, молоко, яйца, а также на товары личной гигиены. Министр финансов Кипра Макис Кировнос рассказал Евроньюз, что это временная мера, запланированная на 6 месяцев. ...по это в кафе мероприятиях, которые находятся в кафе мероприятиях, и, в частности, особенно и от завалований. Евроньюз'у крафтатур IBC ДМИ였습니다. В результате у нас есть ш следующие шех месяцев, и мы расс�ем, что будет сысоßen превращаться до 100 человек к patiently при небольшой бесплате сBLEeken. В результате мы можем Challenge, если на счету добавляем, и если нужно, мы即 carefully разберемся и нам goodbyeland. инфляция на Кипре в апреле снизилась до 3,8% в годовом исчислении. Однако потребительские цены на многие товары, в основном на продукты питания, остаются высокими. Министерство финансов работает над созданием мобильного приложения, которое позволит потребителям следить за ценами в различных супермаркетах в режиме реального времени и выбирать наиболее доступное место для покупок. Министр иностранных дел Китая Цинган в ближайшие дни посетит Германию, Францию и Норвегию по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих стран. Визит Циня проходит после нескольких поездок в Китай европейских лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Германии Аннелена Бербук. Наблюдатели отмечают, что Китай стремится выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. 9 мая Аннелена Бербук принимает Циня в Берлине. Разработкой новой конституции Чили займется правая оппозиция. По итогам голосования консервативную республиканскую партию поддержали более 35% избирателей. Таким образом, она получает 22 места из 50 в учредительном собрании, которому предстоит участвовать в разработке новой конституции. Альянс правых и правоцентристских партий получит 11 мест, правящая левая коалиция — 17. Это будет уже вторая попытка переписывания основного закона страны. Большинство в первом созданном учредительном совете принадлежало левым и левоцентристским партиям. Но в сентябре 22 года предложенный ими проект конституции был отвергнут на референдуме. В нем предполагалось ввести новые социальные права, в частности в области образования и здравоохранения, признать права коренных народов и даже право на аборт. После казни в минувшие выходные по обвинению в терроризме, иранцы с двойным шведским гражданством, еще двое заключенных были повешены властями Исламской республики. На этот раз за богохульство. Смертные приговоры Юсефу Мехреду и Садоле Фазели Заре были приведены в исполнение в тюрьме Арак в центре страны. Оба были обвинены в оскорблении пророка Мухаммеда и пропаганде атеизма. Эти санкционированные законом казни стали последними в быстро растущем списке смертных приговоров, которые в основном выносят противникам религиозного режима и представителям этнических меньшинств. Недавнее исследование западных неправительственных организаций обозначило резкий всплеск применения смертной казни в Исламской республике в прошлом году. 582 человека были казнены за целый ряд предполагаемых преступлений, что вывело Иран на второе место в рейтинге стран, применяющих смертную казнь. Рост числа казней совпал в Иране с многомесячными антиправительственными протестами и их кровавым подавлением, в результате которого погибли сотни людей. А многие попали в заключение. Протестные выступления в Иране активизировались прошлой осенью после смерти Макси Амини, задержанной по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба. С ужесточением реакции участникам этих выступлений пришлось стать осторожнее и незаметнее. Сегодня все больше говорят о культурной революции, которая вступает в новую фазу. Ее влияние на нынешний режим в Иране может оказаться значительным в более длительной перспективе. Разгон акций протеста и преследования манифестантов не остались без внимания на международном уровне. Кто-то считает, что таких международных мер явно недостаточно. Эффективные санкции отчасти могут быть связаны с снижающимися интересами международного сообщества Корана. Протестные настроения в иранском обществе сохраняются. Специалисты по Исламской Республике уверены, что новый всплеск уличных выступлений – это лишь вопрос времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова